Здравствуйте! Что ждет Россию в новом году? Будет ли Третья мировая война? Или россиянам стоит ожидать нового обвала рубля? А также обращаются ли политики за советом к парапсихологам? Об этом и не только. Мы поговорим с саратовским парапсихологом Ларисой Ланг. Лариса Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с простого. Сколько лет вы уже занимаетесь магией и астрологией? Ну, 25 лет. 25, ну прилично. Прилично. А вы можете приоткрыть завесу своей тайны и расскажите нам, если это возможно, есть ли у вас какие-то нестандартные подходы к помощи людям? Да, конечно, я пользуюсь нестандартными методами. Это заговоры, это таинство обряда, поэтому разглашать я здесь сейчас не буду. Это знает только узкий круг моих учеников, которых я тоже обучала, которые действительно имеют какие-то способности. И, естественно, мой сын Сергея Шуцова слышали о таком. А может, тогда вы нам расскажете, какие магические предметы вы чаще всего используете в своей работе? Ой, магические предметы, вы знаете, вот возьмем мы, допустим, такое вот, как бабушка какая-то в деревне. Какие магические предметы она использовала? Сейчас везде развиты фэн-шу, всякие магазины, где продают всю эту атрибутику. Порой она и не нужна. Нужна голова, нужно желание, нужна вера. Самое главное – вера и знание того, что у тебя все получится. Остальное все уже, как говорится, будет, но атрибуты травы в основном. А с какими проблемами к вам чаще всего приходят люди? Какие вопросы задают? Вопросы задают разные. И, конечно, по семье. Очень часто в пределах трех лет совместной жизни браки распадаются. Поэтому, конечно, мамы обращаются. Но не только мамы, еще и папы. Их почему-то жены стали бросать. Женщины стали более эмансипированными, более экономически независимыми. И поэтому этот тоже приток мужского контингента тоже у меня увеличился. Если раньше было, допустим, из расчета из 10-1, то сейчас чуть ли не 50 на 50. У них такие проблемы. Также обращаются с алкогольной зависимостью. Так как, естественно, кодировать я не имею права. Но заговор я знаю от алкогольной зависимости именно. И всегда ли удается помочь людям? Нет, конечно. Если тот человек, кто скажет, что я всегда всем помог 100%, конечно, это шарлатанство. Это также, если врач скажет, что я всегда всех вылечил. Юрист скажет, я всех везде адвокат, всем всегда всех защитил. Или учитель скажет, что он всех выучил. Это тоже неправильно. Если можно преподавать всем одинаково, один на золотую медаль тянет, а другой на второй год остается. А какая категория людей к вам чаще всего обращается? Чаще обращаются ко мне люди средней такой категории. Да. Вот есть такое бытует мнение, что люди обращаются более темные. Это неправильно. Вот раньше, может быть, лет 15-20 назад и были так. Ну, девчонки приходили погадать. Но бабулька перед смертью решила себя порчить, которой, собственно, они и нет. Просто ей уже мерещится. Кажется, что вот-вот ее час настал. В основном обращаются люди разных профессий. И адвокаты, и политики, и юристы. Про них хотелось бы, про политиков послушать. Да, обращаются, обращаются. И один очень видный политик был у меня. Но я, правда, их принимаю на даму. Потому что они стеняются сидеть в общей очереди. Или там, ну, сами понимаете, что они скрываются. Да, да. И артисты, кстати. А удалось ли вам помочь этому политику? Удалось. Это здорово. Удалось. Я думаю, если бы не удалось, то было бы совсем все иначе. Лариса Владимировна, у нас в стране сейчас непростая экономическая ситуация. Вы, как специалист, можете что-нибудь посоветовать нашим чиновникам? Вы знаете, чиновникам, ну, что чиновникам я могу посоветовать? Это должны этим заниматься экономисты, естественно. Но чиновникам я могу посоветовать как-то разобраться на местах с людьми. Нельзя так сокращать повально людей. Потому что вот приходят люди и говорят, а у нас сегодня на предприятии 90 человек сократили. Это очень тяжело, понимаете? Ужасно. Ужасно. Вот. Поэтому, что я могу дать? Какой я могу дать совет? Я не экономист и не политик. Вот. Поэтому я могу дать совет только людям, которые попали в это положение. Держитесь, крепитесь. Все нормализуется. В этом году все нормализуется во второй половине года. Вот. И те места, которые сейчас освободились, они потом будут постепенно опять вами же и заниматься. А какая будет политическая ситуация в мире в целом? В мире в целом, конечно, будет накаляться. И Ближний Восток, и Дальний Восток, и наша Украина любимая. Вот. До 2019 года, я думаю, что мы все это будем с вами наблюдать. Все это будет не очень хорошо, очень неприятно об этом говорить. Потому что у меня на Украине есть родственники, которые страдают также от этого. И когда я смотрю, действительно слезы идут просто градом текут. Вот. Стыдно за людей, которые так обращаются. И еще хочется что мне сказать. Тоже нужно выдержать. Тоже нужно выдержать. Вот понимаете, вот война в 41-м году. Вот сейчас смотрим, разрушили Донбасс, Луганск. Ну, все равно все выдержали же мы. Но восстанавливать все это будет Россия. Вот не Украина, не Америка, которая все это затеяла в заварушку. А именно Россия. Можете рассказать, что ждет наш регион, Саратовская область, в этом году? Может быть, у нас будет какая-нибудь смена власти? Смена власти? Вы знаете, я не хотела бы смены власти. Потому что я думаю, что все наши политики, все наше руководство на своих местах. Вот я так считаю. А там уже, как говорится, как карта ляжет. Ну, а если вот убрать власть в сторону, просто что, в общем, ждет наш Саратовский регион? Региону будут сокращения. Я вам уже говорила про это. Нужно это выдержать. Какое-то время зарплату могут задерживать. Но это опять все временно. Вы помните, когда и давали по карточкам нам продукты. Ну, мы же все это пережили. И не было войны. А просто вот такая вот ситуация. Мы все это пережили. И это мы переживем. Русский народ, он переживет все абсолютно. Абсолютно все. И не виноваты в этом власти нашего региона. Не виноват в этом Путин. Ни в коем случае. Виновата атмосфера. Вот понимаете, все повязаны. Все идет от Америки. Вы же знаете. Лариса Владимировна, вы как парапсихолог можете сказать, что ждет нашу редакцию в этом году? Вы, конечно, не закроетесь. Но кризис вас тоже, как говорится, ударит. Но мы выплывем. Боритесь, все будет хорошо. Вы не бойтесь. Самое главное. Самое главное верить, что это все временно. Еще раз повторяю. И буду повторять. Еще раз временно это. Лариса Владимировна, а в целом СМИ в регионе? В целом СМИ в регионе. Очень многие газеты, конечно. У них финансовый коллапс. Мало рекламодателей. Потому что люди разоряются. Посмотрите, сколько аренда. Сколько аренда, аренда, аренда. И аренда понижается. Если какое-то помещение можно было взять за 80 тысяч, тебе сейчас его за 40 отдают. Поэтому я знаю, с кем я работаю, с кем не работаю, какие СМИ. Они просто из большего помещения переезжают в меньшее помещение. Но как-то стараются держаться рука об руку. И надеются на лучшее временное. Лариса Владимировна, а будут ли расти цены на продукты? А вы знаете, а если будут они и расти уже так, как они выросли, то очень в небольшом проценте, а остальное все у нас будет на том же уровне. И курс доллара у нас стабилизируется. В середине года у нас стабилизируется курс доллара, курс евро, валюты вообще в частности. И рубль будет набирать обороты. Вот поэтому, я думаю, повышения на цены больше не будет. Это просто спекуляция, понимаете? Потому что услуги, услуги дешевеют. Услуги дешевеют и у меня, и у парикмахера, и у массажиста везде абсолютно. И у строителей. Потому что здесь идет все одно за другим. Человек не может купить квартиру, нет денег, он не может купить двери, чтобы поставить, сделать там ремонт. И, естественно, эти организации тоже страдают. Поэтому, наоборот, понижение. А картошку, конечно, всем хочется есть. Но я думаю, что все-таки наш руководство саратовское, оно все-таки проследит за этим. Лариса Владимировна, а можете рассказать, что ожидает в 2015 году представители разных знаков зодиака? Разных знаков зодиака. Львы, овны, козероги и рыбы могут сделать карьеру. Вот поэтому, если даже сейчас им трудно, пускай они борются, у них все получится. С конца года. Это точно. Этот знак получит высшую степень награды. Нужно работать. А каким знаком зодиака в этом году, допустим, удачнее всего? Повезет в любви. Да, в любви, жениться, выйти замуж. Повезет в любви. Это тоже так же лев. Понимаете, такой удачливый знак, такой вот умница этот лев. Не важно, кто он, огненный или знак земли, или знак воды, он добьется, может добиться своего. Также телец, телец и весы. Вот будет взвешивать парень весь год, жениться, не жениться, он в этом году решит. Так что, девушки, ждите предложения от весов. А каким знаком зодиака в этом году можно начать свой собственный бизнес? Во-первых, я могу так сказать, что в наш кризис начинать собственное дело очень опасно. Поэтому нужно к этому подойти очень скорпулезно, очень аккуратно. Поэтому за этим лучше обратиться к специалисту, который может сделать бизнес-прогноз. Но я знаю, что Раки выиграет в этом году. Если он купит билетик, он выиграет обязательно. В лотерее. В лотерее, да. Или в казино. Валерия Владимировна, а сколько лет Владимир Владимирович Путин еще будет стоять у власти в нашей стране? Он пройдет весь свой путь до конца. Потом у него будет перерыв, и он опять будет баллотироваться и выиграть на выборах. Потому что многие люди поняли, что без него никуда, как раньше, без Сталина или без Брежнева. Поэтому вот так вот. И, кстати, мы... Как-то был вот здесь задан вопрос, так вскользь. Сколько же он проживет? Сколько проживет каждый из людей? Вы знаете, наша жизнь зависит все-таки от Бога. А вот длина жизни, а вот ширина от нас самих. Насколько мы хорошо работаем, насколько мы хорошо трудимся, насколько мы хорошо по-доброму относимся к людям. Поэтому будет зависеть наша жизнь. Лариса Владимировна, спасибо вам за ваши прогнозы. Удачи вам в работе и в личной жизни. Всего вам доброго. Пожалуйста, до свидания. Спонсор прогноза погоды – «Русская баня». Согрейся в морозы, отдохни душой. Отдохни. Настоящая русская баня. Телефон 249-739. Здравствуйте. Прогноз погоды на ближайшие выходные – 31 января и 1 февраля. По области погода будет пасмурной. В Базарном Карабулаке – минус 10, минус 8. В Лысо-Горах – минус 9, минус 6. В Марксе – минус 13, минус 11. В Саратове погода будет также пасмурной, без осадков. Ветер юго-восточный – от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха – от минус 12 до минус 9. А вот в Индии на Гоа – плюс 27, плюс 30. Погода ясная и без осадков. Это все на сегодня. До скорой встречи на РЕН-ТВ Саратов. Спонсор прогноза погоды – Русская баня. Согрейся в морозы, отдохни душой. Отдохни. Настоящая русская баня. Телефон 249-739. Спонсор выпуска информационной программы новости 24 Саратов – компания Киберкарта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова